Сегодня мы открыли юбилейную выставку Дота Саматовича Абдусаматова. Ему 80 лет. Это такая хорошая дата. К этому приурочена великолепная выставка. Он родился в республике Таджикистан, потом получил там первое образование, потом он учился в Ленинграде и потом жил в Белоруссии. Сначала в Несвеже около 10 лет и в Бресте. Женат на Брещанке. Здесь он вырастил своих детей, воспитал внучек и работает, развивается. Жизнь человека, жизнь Дота Абдусаматовой. Это закрученный сюжет, наполненный множеством лихих поворотов и перипетий. С самого детства ему было непросто пробиваться через все эти испытания. В войну, потеряв родителей, он воспитывался в детском доме. Но все это не сломало его, а сделало его только сильнее. В нем множество замечательных качеств, которые делают его в первую очередь хорошим человеком. Это отмечают члены его семьи. Ведь кто, как не они, знают, какой же он Дота Абдусаматов. Очень любящий отец. Очень любящий дедушка, который вдохновляет нас своим каким-то спокойствием, своими эмоциями. Они у него очень сдержанные такие, как в его творчестве. Они не пылают пожаром. Всегда у нас такая интеллигентная, спокойная атмосфера в семье. Мы выросли. Я очень ему за это благодарна. Всегда мне ставили в пример моего отца и говорили, старайся быть похожей на него. Ну, как умею, пытаюсь. Вернисаж, посвященный 80-летию Дота Абдусаматова, носит название «Все прошло», с чем крайне не согласны все гости творческого праздника. Родственники, друзья, коллеги по цеху и поклонники таланта художника сошлись в одном. Для Дота ничто не прошло. Это просто итог одной из красивых глав жизни художника. А дальше больше. Я совсем не согласна, что это прошло. Это какое-то подведение итогов. Вот определенное подведение итогов. Вот прошел какой-то этап жизни, мы подвели итоги и идем дальше. Мы очень надеемся, что это будет не последняя выставка. Это будет, естественно, все творчество продолжаться, продолжаться. И очень планируем и будем к этому стремиться, что будет еще наша такая очередная встреча. В представленную экспозицию вошли как ранние, так и созданные в последние годы полотна. Всего представлено 88 работ различных периодов творчества Дота Абдусаматова. Все полотна отражают именно его размышления о сути бытия и знакомят с опытом его жизни. Они неброские, лаконичные, небольшие по размеру и очень спокойные, ровно как и он сам. Но вместе со всей этой простотой и легкостью они несут глубокий смысл и философские размышления. На полотнах изображена красивая природа, интересные лица, особые места и цепляющие за живое событие. Эти работы – реакция художника на события и на саму жизнь. Думаю, что, как любой художник, он пытался и пытаюсь донести любовь к краю, что я отображаю. Если это белорусский край, значит, всю душу отдаю. Я на родине тоже так же писал об душе свои мотивы, которые… И делал композиции определенные. Все вроде бы прошло через душу, через свое внимание, свою любовь. Ну и, естественно, вроде бы все нравится. Если зрителю понравилось, значит, и мне хорошо. Самое главное. Для меня это самое главное, как зритель. Если зрителю это что-то пришло в душу, то, значит, я справился. Теплая реакция гостей Вернисажа на работы художника подтверждает, что со своей задачей он справился на отлично. Его мастерство и профессионализм также подтверждают множество регалий и наград. Его полотна находятся в частных коллекциях и выставляются в различных галереях мира. Он и его работы – это старое золото. Так и никак иначе говорит о нем коллега по творческому цеху Лев Алимов. Человек неграмотный не смог бы создать такие работы, потому что палитра его живописи разнообразна. От портретов до мифологии, до злободневности дня и пейзажей в понимании бывшего азиатского художника. Понимаете, какое благотворное влияние наказало на него европейское искусство, и как он на благодатной почве все это расцвело. Поэтому его скромная, как олд-голд, как драгоценная живопись, меня очень радует, трогает. И в день 80-летия я от всего сердца поздравляю моего соседа по мастерской, Дота Абдусаматова, с юбилеем. И думаю, что ничего не прошло еще. Ничто на земле не проходит бесследно.